Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим шлифы гроссмейстеров, чемпионов мира Маркиэла Фазылова и Юрия Королёва. Шлифы эти в закрытой системе Гамбита Кукуева. Так что присаживайтесь поудобнее и начинаем. Закрытая система Гамбита Кукуева обычно получается после следующих ходов. Белые ставят тычок, черные временно жертвуют шашку и нападают сразу на две. Лучше всего отдавать шашку таким образом, иначе можно проиграть. ФЕ3, допустим, БА5, ЕФ4, ДЕ7 или АБ6. АЖ3, ДЕ7, ЖФ2, СБ4, БЦ3 именно лучше всего играть. И на БА3 играем ЖР4. Теперь БЦ7, ФЕ3 проигрывает, мы этого уже знаем. А вот после ДЕ3, возможно, интересная игра. Есть ходы БЦ5 и ЦД6. Сегодня мы с вами рассмотрим систему, связанную с разменом ЦД6. Здесь у белых есть также два интересных хода. Ход ФЕ5. Первая интересная система, тоже разработанная Юрием Королёвым. для его ученицы, Натальи Лукс. И вторая система, связанная с ходом ЕД2. Сегодня мы с вами рассмотрим ход ЕД2. Кстати, попутно хочу отметить, что вот такой внешне сильный ход ЦД4 на самом деле чуть ли не проигрывает. Ничья всё же есть, мне удалось её найти, но очень плохой ход. Чёрные играют ЕД6 и грозят на любой ход, то есть, допустим, на ЕД2 провести комбинацию. То есть, играем ДЕ5, затем АЖ5 и, как говорит городсмейстер Евгений Кондрыченко, за гребущими руками снимаем 5 шашек соперника. На АБ2 также следует такая же комбинация, только с пробоем на А1. Остаётся два хода, либо ДЕ5, либо ФЖ3. ФЖ3 проигрывает окончательно. Ну, например, ЖФ6. Белые строят колонку ЕФ2, как-то хотят, может, разменяться или что. Но чёрные закрываются. И здесь форсировано получается следующий вариант, от которого белые не могут отвернуть. То есть, поджимаемся, сходимся в рукопашный, ну и белым остаётся только таким образом размениваться. Лучшего варианта нет. Но чёрные проходят в дамки. И белые, видите, не могут поставить дамку, потому что чёрные жертвуют две шашки. Затем ещё одну. Но лучше всего бить, спустим, на поле С3, потому что иначе чёрные обрезают белых по большой дороге. И вообще не прорваться ничего. Ну и после этого хода, тут самый простой выигрыш. Просто нападаем. Надо закрываться. Играем АБ4 и на ход АЖ5. Красиво жертвуем дамку. И легко выигрываем. То есть, у белых в этой позиции остаётся единственный ход ДЕ5. Тогда мы отходим. Теперь белым надо играть ЕД2. Ну и после хода ФЕ7. То есть, видите, белые не могут зайти в любки, так как чёрные попадут в дамки. Здесь у белых всё-таки после хода АБ2 проигрыш. А после ДЦ3 всё-таки находится ничья. Ну давайте посмотрим выигрыш после хода АБ2. Ну тут всё просто. Чёрные проводят комбинацию. Ну и в какую бы сторону белые не били, всё равно они проигрывают. То есть, допустим, побили сюда дамка. Ну и чёрные бьют дамка вот таким образом. И легко выигрывают. Но белые могут сыграть ДЦ3. Ну и теперь лучше всего чёрным атаковать ходом ЦБ4. Белым надо отходить. То есть, сейчас надо играть ДЦ7, потому что на такой ход белые могут пожертвовать шашку и поставить сильный рожон. Тут у белых нисколько не хуже позиция будет. Поэтому ДЦ7. Ну и теперь белые играют ЦД2. То есть, как играть чёрным. Чёрным надо связывать. Ну и белые размениваются назад. Ну и здесь лучше всего чёрным уже проводить комбинацию. Так как ход АБ4 не ведёт к преимуществу. Просто играем ФЖ3. Ну и здесь нету выигрыша за чёрных. То есть, на такой ход уже следует ДЦ5. А если, допустим, вот таким ходом размениваться, то белые могут сыграть. Белые в этой позиции размениваются вот таким образом. И у них позиция нисколько не хуже. Например, ЖФ6, ЦД2, ЦД6, ДЕ3. И здесь уже на ход ДЦ5 играем ЦБ4. Ну и у белых даже приятнее становится. То есть, здесь надо играть именно АБ2. А вот ход ФЕ5 здесь уже проигрывает. То есть, белые бьют в эту сторону. Чёрные бьют. И белые здесь даже выигрывают. Вот таким образом. Вот такая симпатичная комбинация. То есть, в этой позиции чёрным проще всего сыграть уже ЦД6. И после ЦД2 с помощью вот такого разменного майёра уравнять позицию. Ну, белым в этой позиции лучше, конечно, не играть ЦД4. Это плохой ход. Лучше сыграть АБ2. Так, прошу прощения. ЕД6, АБ2, ДЕ7. И в этой позиции надо играть ЦД4. Теперь у чёрных есть два варианта. Либо сразу же уравнивать позицию вот таким. Вот такой комбинацией. Ну, здесь возникает абсолютно равный эндшпиль. То есть, партия, скорее всего, закончится ничьей. То есть, это были как раз шлифы, найденные гроссмейстером Маркиелом Фазыловым. А теперь уже интересные позиции, найденные гроссмейстером Юрием Королёвым. То есть, он нашёл тут усиление за чёрных. Чёрные могут сыграть здесь ФЕ7. И теперь у белых есть несколько вариантов игры. Либо ФЕ3 более сильный ход, либо ДЕ3. ДЕ3 слабо играть, потому что чёрный играет ЦБ6. Но после нападения здесь чёрный играет и Ф6. Видите, грозят пройти в дамки. То есть, здесь, ну, ФЖ3 сразу же проигрывает. Просто выжидаем. И на вынужденное ЕД4 проводим вот такую простенькую, но симпатичную комбинацию. То есть, белым остаётся меняться только. Причём, бить надо именно на Ц5. Бой на Е5 проигрывает. Это знаменитая партия развалинов Габриэлян. То есть, белые в этой партии проиграли. Здесь чёрные точно отвечают АБ4. То есть, фиксируют вот эти шашки. Ну и после хода ФЖ3 точно меняемся на Ф6. Ну, ДЕ7, естественно, нельзя играть. Так как белые проведут вот такую комбинацию и попадут в дамки. То есть, так мы не играем, естественно. Размениваемся на Ф6. Ну и после хода ЖФ4 точно играем ДЕ7. Ну и белым здесь можно сдаться. А если сыграть ДЦ7, то есть на секундочку расслабиться, то белые проведут вот такую комбинацию. И выигрыша как не бывало. Так что, друзья, всегда играйте до конца. Расслабляться можно только в перерывах между партиями или в конце турнира. Если же белые правильно бьют на поле Ц5, то здесь возможны два варианта. Либо меняться вот таким образом. Но здесь шанс выиграть минимальный, потому что белые сыграют точно в Е3. И на ход ДЕ7, лучшие данные позиции, белые проведут вот такую симпатичную комбинацию. Лучше всего побить на Е3. После того, как белые проходят дамки. Черные выигрывают шашку. Да, тут оказывают определенное давление. То есть Цитноте может здесь даже замучить белых. Но все-таки будем объективными. Позиция ничейная. Но у черных в этой позиции есть гораздо более сильная атака. И белые, я думаю, в практической партии, особенно в блице или в быстрой партии, проиграют эту позицию. То есть после ДЕ7 остается единственный ход. ЦД4. И теперь черные проводят комбинацию. Отдали одну, вторую. Проходим в дамки. И в этой позиции белым надо сделать более 10 единственных ходов. То есть я разобрал подробно этот Эншпиль. И сегодня приведу вам сильнейший вариант игры за черных. Ну и соответственно сильнейшую игру за белых. Где они все-таки могут достичь ничей. Единственными ходами, повторяясь. То есть если белые здесь ставят дамку на Ф8 или на Д8, то они быстро проигрывают. То есть черные нападают, белые вынуждены отходить, черные снова нападают. И видите, отходить здесь нельзя, потому что дамка белых ловится. Если бы белые поставили на Ф8 дамку, то есть после нападения снова нельзя отходить, так как черные ловят дамку белых. То есть это позиции проигранные. То есть, ну например, поставили на Д8, мы напали, отошли, снова напали, снова. А, отходить нельзя. Ну допустим, пожертвовали и ушли на Е1. Ну и тут черные легко побеждают. Мы проводим эту шашку в дамке. То есть мы отдаем даже белым большую дорогу. Она в данном случае не имеет для нас большого значения. Белые будут ходить, допустим, по полям А1 и А8. Мы проводим эту шашку в дамке и строимся вот таким образом. То есть на любой ход, где бы белые ни были, они проигрывают. Если белые сдвигают шашку С1 на поле Д2, мы дамками снимаем эту шашку, то есть она теряется, поэтому ее сдвигать нельзя. Если же белые уходят, допустим, на А8, то есть защищаются по большой дороге, то мы здесь легко выигрываем. Отдаем шашку. Ну сюда бить нельзя, так как дамка белых ловится, поэтому приходится бить шашкой. Ну и здесь черные побеждают вот таким стандартным маневром. То есть выигрываем темп. Видите, на серединные поля нельзя останавливаться, так как черные легко выигрывают. Поэтому белые вынуждены ходить по полям А1 и А8. Мы выигрываем темп. Вот таким образом. Ну и у белых остается единственный ход. И дамка белых гибнет. Черные легко побеждают. Поэтому в этой позиции у белых есть единственный ход. ФЕ3. Сейчас черные играют дамкой на поле Е5. Наиболее сильнейшее продолжение. Снова видите, на Д8 нельзя ставить дамку. Поэтому белым приходится ставить дамку на Ф8. Черные играют дамкой на Ц7. И здесь единственный ход Е4 ведет к ничей. Все остальные ходы проигрывают. Так как черные либо проводят шашку А5 в дамке, либо выигрывают шашку Е3. То есть надо играть только Е4. И сейчас форсировано черные получают очень перспективный эндшпиль. Нападаем. Надо отходить. Снова нападаем. Отходить надо. И здесь есть несколько вариантов атаки. Но все-таки сильнейший вариант здесь. Черные снова нападают. Надо закрываться белым. Единственный ход. И после АБ4 снова единственный ход. СД2. Теперь черные точно играют на поле А5. То есть грозят выиграть таким образом. У белых снова единственный ход. Только сюда. И теперь черные играют дамкой на поле С7. У белых снова единственный ход. ДЕ3. ДЕ3. Так, прошу прощения. Дамкой на А6. Единственный ход. Теперь черные играют АБ2. И белым надо играть ФЕ7. Черные нападают. Надо ставить дамку. Другого нет. И здесь черные играют Б3. Белым лучше всего занять один из двойников. То есть сыграть именно на поле Ф4. Сейчас покажу, почему именно так. То есть белые грозят занять обеими дамками двойники. И построить ничейную крепость. Поэтому в этой позиции черные препятствуют белым. Они играют дамкой на Б6. И в этой позиции все-таки белые форсируют ничью. То есть отдаем шашку. И заходим в люпки. Вот это практически единственный вариант игры за белых. В создавшемся эндшпиле. Который не проигрывает. Все остальные ходы проигрывают. Так что, друзья. Если все-таки вам попадется вот этот эндшпиль. Вариант. Эдшпиль из этого варианта. То скорее всего вы выиграете. Ну и теперь сильнейший вариант рассмотрим именно ФЕ3. Белые играют вместо ДЕ3. То есть ДЕ3 плохо. Играем ФЕ3. На СБ6 мы грозим разменяться. Вот таким образом. С хорошей позицией. Поэтому черным лучше всего играть ЖФ6. Теперь белые размениваются на поле Ж5. И черные играют ДЕ5. То есть черные грозят подорвать пункт С3 и пройти в дамки. ДЕ5 вынужденный ход. И черные нападают. В этой позиции проигрывает ход ЖФ6. Я сам так пару раз проигрывал. В блице перепутал варианты. И как говорится приплыли. То есть на ход АЖ7. Черные играют просто ЕД6. И видите. На постановку дамки. Черные ловят дамку. И легко выигрывают. Поэтому после нападения точно надо отдать шашку. И вот теперь белые идут уже в дамки. В этой позиции черным лучше всего пожертвовать шашку. Вернуть лишнюю шашку. А если черные будут пытаться играть на выигрыш. То это для них может окончиться плачевно. То есть белые точно нападают. Надо отходить. И белые жертвуют шашку. Затем ставят дамку. В этой позиции все-таки есть ничья. То есть ход СД6 ведет к ничьей. А вот ЕД6 красиво проигрывает. То есть после ЕД6 белые четко играют ДЦ3. И видите. Угроза СБ4. Она неотразима. Поэтому белые в этой позиции побеждают. А вот после хода СД6 все-таки тут ничья. Черным лучше всего пойти ФЖ7. Ну и после хода СБ4 уже тут белым надо играть аккуратно. То есть лучше всего форсировать ничью вот таким образом. То есть размен. Затем отдаем одну шашку. Снимаем две. Ну и партия заканчивается ничьей. То есть правильный вариант. Ну наиболее правильный. Жертва. Затем Ж6. И черные возвращают лишнюю шашку. Ну и в этой позиции тоже есть забавная ловушка за белых. То есть белые играют ДЕ3. И на ход ДЕ5 играют БЦ3. И как ни странно. Ход СБ6 ведет к ничьей. А вот ход ЕД6 здесь неожиданно проигрывает. То есть белые играют ЕД4. Кажется должны были размениваться. Но они играют вот таким образом. И легко выигрывают. То есть видите. На СБ6 мы размениваемся. И ставим сильный рожон. Здесь конечно у черных нет ни одного шанса на ничью. А после хода ЕФ4 вынужденного. Белые отдают две шашки. Забирают три. И получают выигранный Эншпиль. То есть на ход АБ2 играем АЖ7. Надо ставить дамку на С1. Мы ставим дамку на АЖ8. Затем проводим все три шашки в дамке. И либо загоняем эту шашку на поле А5 или А3. Либо снимаем ее. И так же легко выигрываем. То есть белые получают либо вот такое окончание. Либо вот такое. Это так называемые боевые позиции. Я разбирал как тут выигрывать. Кто не знает. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Друзья, основные красоты вот этих вариантов я узнал из книги Маркелла Фазылова. И так же из стрима, который вели гроссмейстер Юрий Королев и гроссмейстер Евгений Кондраченко. Так же подсказку оставлю в верхнем правом углу на этот классный стрим. Ну действительно там есть что посмотреть. Рекомендую. Хоть и 4 часа длится, но стрим классный. И друзья, если вам понравились показанные варианты, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Я думаю, что эти варианты будут полезны многим шашистам. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры сделал DimaTorzok